Он вел двойную жизнь. Значит, он был лжецом. Нет, лжецом он себя не чувствовал. Он был человеком с двумя правдами. Я не выношу сплетен и пересудов. Надо уметь держать язык за зубами. Не только не судачить, но иногда даже и не думать о других людях. Настоящие мысли рождаются из молчания. Просто я не принимаю происходящее близко к сердцу. Мы здесь ненадолго. Нельзя отвергать людей, нельзя их вычеркивать. Надо относиться к ним с любопытством. Любопытство – это своего рода милосердие. Высказывания людей о своих родных и близких во многом показывают, каковы они сами. Поступки наши, что корабли. Мы видим, как они уходят в открытое море, но не знаем никогда, с каким грузом они возвратятся в гавань. Человек без удержных страстей привлекателен только в книгах. Люди одинаково недолюбливают как отверженных, так и баловней судьбы. Суждения о людях никогда не бывают окончательными. Они рождаются из итогов анализа, сразу же требующих пересмотра. Немногие люди способны переносить полное одиночество. Я и сама его особо не переношу, но после нескольких попыток пришла к выводу, что общество болтливых дураков еще хуже. Взаимная любовь не гарантирует взаимопонимание. Настоящие отношения по большей части складываются сами собой. Все мы знаем только кусочки чужих жизней, и очень бы удивились, если бы могли увидеть все. Не нужно беспокоиться о чужом мнении. Когда не видишь способа улучшить его, остается лишь иметь его в виду. Желание исправить его есть часто нервный, эгоистический порыв оправдаться, а не представление, как можно добиться, чтобы оно стало лучше. Мы часто говорим, почти и вспомнить нечего, а ведь почти вмещает множество грехов. Беспредельное томление одного человеческого тела по другому единственному телу и полное безразличие ко всем остальным — одна из величайших тайн жизни. Швыряться любовью нельзя, она слишком редко встречается в этом страшном мире. Мы должны учиться через страдания. Когда печальная забота и воспоминания о боли не спадают на сердце во сне, так даже против нашей воли мудрость нисходит бременем на нас. Ситуация была слишком необычной, у нее не оказалось в запасе подходящего выражения лица. Ах, секс он подобен тропической грозе, ты мгновенно промокаешь насквозь и во время вспышки молнии успеваешь вобрать в себя всю яркость и пронзительность стихии, включая хищника, что готовится к прыжку. Если хочешь сохранить секрет, надо и от себя скрывать. Я не люблю, когда по моему лицу о чем-то догадываются. Если женщина наносит вам обиду, то обычно вы же и вызываете ее ярость. Непреложный закон тех, кто любит, никаких вспышек раздражения и никаких надутых морд. Я лег на траву, и глаза мои наполнились звездами. Любовь – это когда центр вселенной внезапно смещается и перемещается в кого-то другого. Дружба так часто оказывается на поверку застывшей, замороженной полувраждой. Как странно, что за улыбающейся болтающей маской скрывается мозг, воссоздающий в мельчайших деталях мизансцены и разговоры, превращая это в пытку, и ты, укрывшись за маской, можешь плакать, можешь кричать от боли. Время, как море, развязывает любые узлы. Не одобрять вещи – это куда ни шло, плохо не одобрять людей, можешь оказаться в изоляции. Ничто не делает человека счастливее и свободнее, чем вид страдающих и заключенных людей. Естественная тенденция человеческой души – охрана собственного «я». Каждый, заглянув внутрь себя, может увидеть силу этой тенденции, а результаты ее у всех на виду. Мы хотим быть богаче, красивее, умнее, сильнее, любимее и, по всей видимости, лучше, чем кто-либо другой. Мы все время что-то упускаем, воображая, будто еще успеем к этому вернуться. Мы помним и сожалеем только о тех своих проступках, которые бедственно отразились на нашей жизни. Люди, по ходу сбитые нами с ног, быстро забываются. Люди с тонкой душевной организацией, вроде меня, слишком многое видят и потому никогда не могут дать прямой ответ. Выставить человека за дверь – лучший способ заставить его поразмыслить над тем, что осталось по ту сторону двери. Когда перестаешь бездарно убиваться и начинаешь думать, тут же становится легче. Несчастья других утешают нас. Почти в каждом браке один из партнеров – эгоист, а другой нет. Выявляется образец поведения и скоро становится обязательным. Один из супругов постоянно требует, а другой уступает. Свободное общество – это жалкая свобода. Свобода имеет ценность в политике, но не в морали. Правда, да, но не свобода. Это такое же непрочное понятие, как счастье. В морали мы все пленники. Но название нашего лекарства – не свобода. Я хочу проживать свои настроения, хочу полностью отдаваться каждой секунде. Чувство – это и есть жизнь, а большинство современных людей не живет. Когда очень любишь, трудно поверить, что чувство любимого человека к тебе действительно пошло на убыль. Приемлемо любое другое объяснение, только не это. Любовь – это крайне сложное осознание того, что кто-то кроме нас реален. Чтобы существовать как личность, надо уметь провести границы и сказать чему-то нет. Под прощением понимается некоторая эмоция. Это неверно. Скорее, это прекращение некоторой эмоции. Достаточно взять другого человека за руку определенным образом, даже просто определенным образом заглянуть ему в глаза, и мир вокруг вас навеки преобразится. Один из секретов счастливой жизни – непрерывно доставлять себе мелкие наслаждения, и если иные из них можно получить с минимальной затратой денег и времени, тем лучше. Преступление, хорошо вознагражденное, не кажется таким порочным, как ничем не оплаченное. Брак – это долгое плавание в тесной каюте. Разлюбить – это в высшей степени поучительно. Некоторое время видишь мир совершенно другими глазами. Люди должны любить друг друга. Любить проще. Я всегда это чувствовал. Ободрять, поддерживать друг друга. Мы непрерывно мучаемся и обижаемся исключительно в целях самозащиты. Надо быть выше этого, понимаете, выше, и свободно любить, ничего не опасаясь. Иногда мне кажется, что сплошное безумие – лучшая форма жизни. В душе, любящий порядок, всегда найдется уголок и для мечты о взрыве этого порядка. Хартия человеческого выживания. С глаз долой, из сердца вон. Когда роман подходит к концу, главное – забыть очарование любимого человека. Можешь бросить мужа ради любовника, но, по крайней мере, хоть честно признай – это чистейшей воды похоть, а не психоаналитические фокусы. Истинная страсть питается чем ни попадя. Беды наших друзей мы воспринимаем с определенным удовольствием, которое вовсе не исключает дружеских чувств. И чем неприличнее беда, тем нам приятнее. Мужчины играют в жизни роли, женщины тоже, только им достается меньше выигрышных реплик. Откровенная глупость может быть по-своему неотразима в женщине. Сам по себе человек – ничто, только его любовь к кому-то имеет смысл. Человеческая душа не предназначена для постоянного соприкосновения с душой другого человека, и с такой насильственной близости нередко родится бесконечное одиночество, терпеть которое предписано правилами игры. Чувства, если разобраться, существуют либо в самой глубине человека, либо на поверхности. И начав с ошибки, вы долгие годы можете идти в ложном направлении, что выяснится лишь в конце. Жизнь слишком коротка, не стоит попусту тратить время. Иные люди могут, сами того не зная, годами служить источником света в жизни других людей, в то время как их собственная жизнь идет другими, скрытыми от глаз путями. Да, решающая проверка, насколько тебе нужно, чтобы человек всегда был рядом. Это точная мера, это важнее, чем страсть, или восхищение, или любовь. Суждения о людях никогда не бывают окончательными, они рождаются из итогов анализа, сразу же требующих пересмотра. Мы все живем будущим, даже если это то будущее, где нас и в помине не будет. Когда наступают холода, я часто думаю о тех, кто спит под открытым небом. Секрет всякого образования заключается в терпении. И любопытство, это не то же самое, что жажда знаний. Относительно бесцветности замечу, что большинство из нас добивается этого качества без особых хлопот. Отнюдь не каждая женщина достойна того, чтобы мужчина с ней боролся. Зрелость это понимание того, что человеческие усилия в большинстве своем завершаются мыслью о собственной заурядности. Самое важное происходит у нас за спиной. Реальность это шифр со многими разрешениями, и каждая из них верна. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат была вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok